После убийства своего главаря, клан Салифова оказался под угрозой исчезновения. Практически все держалось на личности и харизме Надиры Салифова. И сложно было представить, что хоть кто-то сможет подхватить грозды правления вместо него. Тем не менее, недавно стало известно, что Намик Бакинский все же решил занять место своего старшего брата и возглавить клан. У него впереди было очень много дел. Ему следовало найти и отомстить заказчикам и убийцам своего брата, отыскать в рядах клана предателей, удержать влияние на оптовых рынках овощей и фруктов, где давно хозяйничали люди Лоту Гули. Однако, явно эта деятельность кому-то мешала, и допустить сохранение клана Салифовых кому-то представляется невозможным. Как стало известно, 30 августа целая плеяда влиятельных воров в законе, возглавляемых Шакром Молодым, лишила Намика воровской короны. Подписались под воровским прогоном также самые непримиримые враги Лоту Гули, например, Альберт Рыжий, Бадрика Гуашвили, Гурам Чехладзе. В прогоне Намик назван самозванцем, а это одно из самых страшных преступлений в воровской среде. Империя Надира Салифова уже давно приговорена воровским сообществам к ликвидации. Это можно понять потому, как очень быстро законники собрались и отобрали корону у ее нового лидера. Лишившись влияния, Намик уже не сможет в полной мере руководить кланом, и, скорее всего, его распад на отдельные группировки будет делом времени, причем не слишком долгого.